Согласитесь, что порой в суете будней так хочется уединиться, побыть один на один со своими мыслями, помечтать, находясь в кругу живописной природы. Такую возможность вот уже 10 лет брещанам и гостям областного центра предлагает зимний сад Брестского государственного университета имени Пушкина. История нового для областного центра учреждения в 2010-м началась с 200 живых экспонатов, удивительных образцов цветов, кустарников, деревьев. Сегодня же их количество уверенно перешагнуло за 600. Кроме представителей флоры, посетители могут увидеть здесь редких попугаев и рыбок. К этой дате мы подошли со значительными достижениями. Во-первых, это огромная коллекция, которая уже насчитывает 600 видов растений. То есть мы увеличили ее в три раза по сравнению с тем, что было в 2010 году. Это огромная орнитологическая коллекция, это более 30 видов птиц и три крупных вольера. Также это экосистемы водные, это наши аквариумы, которым 720 литров, два крупных аквариума, представляющие экосистемы реки Амазонка и рек Индонезии. Доводилось ли вам когда-нибудь видеть, как созревают настоящие бананы или наблюдать за тем, как наливаются соком желтые лимоны? Если нет, то самое время совершить увлекательный променад в зимний сад. За 10 лет его посетили более 200 тысяч гостей. Сегодня по объективным причинам их меньше, что в свою очередь создает безопасные условия для самостоятельных экскурсий. В любом возрасте важно знать природу, важно знать, где мы живем. Ведь экология – это наука о доме, если дословно. То есть мы должны знать этот дом, в котором мы живем, и защищать его. Поэтому мы реализуем в том числе и природоохранные проекты. То есть какие-то новые территории вводятся в состав охраняемых зон, заказников. Кстати, некоторые из представленных в зимнем саду растений дошли до нас с древнейших времен в неизменном виде. С их многообразием, а также богатой историей, гости учреждения могут познакомиться в рамках выставки «Машина времени», открывшейся в честь юбилея сада. Наша выставка – это совместная работа нашего географического, биологического факультета. Образцы представлены здесь, взяты с нашего биологического музея и кабинета геологии. Вот, значит, ну, наиболее такие древние образцы – это, значит, окаменелый ствол растения сегилярии. Эти растения в древние времена достигали 40-45 метров. Вот, сейчас в нашем саду непрерывного цветения мы можем видеть такое древнее растение, как гингобелоба. Еще одним важным достижением в юбилейный год стал выпуск учебно-познавательного пособия для самых маленьких. Экологическими маршрутами зимнего сада – плод большой работы педагогов и ученых. Станет хорошим путеводителем для молодых учителей и воспитателей по зимнему саду и учебником по методологии обучения малышей охране окружающей среды. Жители и гости нашего города имеют уникальную возможность знакомиться с объектами природы не только в естественных условиях среды их обитания, но и специально созданных человеком. Таким объектом, где представлена флора и фауна разных природно-климатических зон и является настоящий зимний сад, где мы с вами сегодня находимся. В настоящее время в дошкольном образовании широко представлена научно-популярная, познавательная, методическая литература, по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста. Вместе с тем, не все издания отражают специфику региона. Книга яркая, иллюстрированная и адаптирована восприятию детей дошкольного возраста. В издании приводится карта экологического маршрута, описание живых объектов, пяти тематических экспозиций, тропики, субтропики, пустыни, рыбы и птицы. По страницам книги детей и взрослых сопровождают буслик, знакомят с правилами поведения во время экскурсий, с информацией и интересными фактами о растениях и животных. Издание оснащено не только схемами, емкими картинками и доступным текстом. Здесь есть даже QR-коды, которые помогут педагогу более увлекательно и занимательно рассказывать о таких важных и таких актуальных темах. Актуальным интерактивным представлением является использование QR-кодов, в которых размещена более подробная информация о растениях и животных, экспозиции зимнего сада. В дальнейшем планируется издание подобных путеводителей по экспозициям открытого грунта Центра экологии. Эстетическая и образовательная функции – это только часть реализуемых сотрудниками зимнего сада направлений. Совсем недавно учреждение стало участником проекта по сбору фармацевтических отходов. Так, в одном из холлов недавно появился контейнер для просроченных лекарств – гормональных, противомикробных и противовоспалительных препаратов. Это первый такой пункт сбора в городе Бресте. По мере его заполнения отходы передаются в столицу для изучения и переработки. Такой разнообразный и такой многопрофильный зимний сад – первый юбилей для учреждения стал не только праздником, но и поводом задуматься о новых проектах, которые сделали бы этот зеленый оазис в самом центре старого города местом встречи интересных и увлеченных людей.